МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скорбим всей страной. 22 марта в концертном зале Крокус Сити Холл произошел крупный теракт. Сдать на права станет легче. С 1 апреля меняются экзаменационные правила. Русский замок, кузнечная летопись. Новая выставка открылась в художественной галерее. Далее расскажем обо всем подробно. Скорбь и ужас охватили всю страну вечером 22 марта. В концертный комплекс Крокус Сити Холл перед выступлением группы «Пикник» вошли боевики и начали расстреливать охрану, посетителей и сотрудников. Террористы не выдвигали никаких требований и не брали заложников. Они хладнокровно убивали любого на своем пути. Разбрасывали бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул сильный пожар, и здание Крокус Сити Холл превратилось в огненную ловушку для тех, кто пытался спастись от выстрелов. По данным Следственного комитета Российской Федерации, на 24 марта погибли 137 человек, трое из которых дети. По данным Минздрава Подмосковья, пострадали более 180 человек. Это не где-то там далеко, это среди нас. Много знакомых, знакомые знакомых, которые в это время были в Москве или даже непосредственно неподалёку от этих трагических событий. Это страшно. Это трагедия семьи. Каждый, кто там был, даже если человек не пострадал, это всё равно страшно. Это трагедия страны, когда это горе коснулось всех нас. Каждый россиянин следил в вечер теракта за развитием событий, когда каждую минуту появлялись печальные подробности. В Сарове на лестнице «Миру мира» образовался стихийный мемориал. С утра 23 марта люди стали приносить цветы, свечи и игрушки. Добровольцы и военно-патриотические отряды города оперативно организовали дежурство. Порывом души решили тоже присоединиться, так как мы все вместе и в беде, и в радости, и организовать дежурство здесь, чтобы помогать людям, ну, лестничку, да, цветочки положить, если что-то ветром сдуло, или там дождиком намокло, помочь поправить, почистить. И таким образом здесь находимся. Люди приходили к лестницу «Миру мир» почтить память погибших и показать пострадавшим, что весь русский народ разделяет их боль. Некоторые приходили организованными группами. Основное направление ансамбля «Гордница» – военно-патриотическое воспитание. Еле сдерживая слезы, руководители, воспитанники и родители возложили цветы к мемориалу. Для нас, как и для всей страны, для всех граждан России – это трагедия. Россия была, есть и будет. Она непобедима, пока дух русский не сломлен, а он никогда не будет сломлен. За нашими спинами наши герои, которые лежат в земле, которые дрались за свободу своей страны. И сейчас очень сложное для нас, для всех время. И мы должны объединяться. И то, что произошло, конечно, отдать дань невинным душам, невинным русским людям. По информации российских силовых ведомств, на территории Брянской области задержали четырех подозреваемых в совершении теракта, которые пытались скрыться на территории Украины. Кто стоит за атакой, до сих пор неизвестно. Всех фигурантов по делу решением суда арестовали до 22 мая. Идея поддержать инициативные проекты граждан на местном уровне родилась еще в прошлом году, когда многие предложения горожан не прошли в областном конкурсе «Вам решать». Администрация Сарова разработала положение, в котором прописаны все критерии для участников. Они схожи с региональными. В конкурсной заявке нужно обозначить проблему, обосновать предложение по ее решению, предоставить предварительный расчет расходов, определить сроки и так далее. Всего в городском бюджете на реализацию местных проектов предусмотрено 30 миллионов рублей, не более 3 миллионов на каждый из проектов. Если проект будет предусматривать финансирование более 3 миллионов рублей, соответственно, данный проект не рассматривается, если финансирование более 3 миллионов рублей за счет местного бюджета. Но проект может предусматривать трудовое участие граждан и финансовое участие граждан. То есть это в виде инициативных платежей. В целом положение о конкурсе поддержали все депутаты, но при этом внесли в него свои предложения. Например, некоторые народные избранники считают, что нужно снизить бюрократическую нагрузку на авторов проектов. В отличие от региональной конкурсной комиссии, местная знает все особенности территории. Поэтому детально описывать в заявке проблему и ее актуальность не имеет смысла. В идеале в нашем городском конкурсе можно было бы ограничиться только следующими документами. Заявка, где указать самую главную вещь, критерий. Имеется проектно-смертная документация или нет. Заявка, поезды имеются, фотообъекта, подписи и гарантийное письмо об общественном кладе. Все. По словам Юлии Альшиной, сократить список конкурсной документации невозможно. Положение разработано в соответствии с федеральным законом. Обойти его требования на местном уровне нельзя. Что касается готовой проектно-смертной документации, то здесь большинство депутатов сошлись во мнении – она необходима. Мы всегда ограничены временными рамками. И, допустим, если я в позапрошлом году давала поправку на разработку ПСД, то в течение прошлого года ее делали. То есть как можно, не имея ПСД, реализовать проект? Мы просто не успеем его в эти временные рамки. Если положение о конкурсе инициативных проектов утвердят в первой декаде апреля, принимать заявки будут с 15 по 30 апреля. До 30 мая подведут итоги конкурсного отбора. И уже в этом году реализуют проекты благоустройства за счет местного бюджета. Депутаты решили вынести проект положения на думскую сессию, до этого обсудив его на рабочей группе и внеся возможные корректировки. Также народные избранники не исключают, что положение изменится через год с учетом полученного опыта. Получить новую профессию абсолютно бесплатно – такую возможность предоставляют саровчанам благодаря господдержке с 2021 года. Программа «Содействие занятости» национального проекта «Демография» включает два вида обучения. Основное – дополнительное профессиональное образование. В этом году перечень категории участников проекта значительно расширился. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, граждане, осуществляющие уход за ребенком, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 7 лет включительно, граждане, обратившиеся в Центр занятости в целях поиска работы, безработные граждане, которые зарегистрированы в Центре занятости, ветераны боевых действий, принимающие участие в специальной военной операции и граждане в возрасте до 35 лет. В последней есть подкатегории, уточнить которые можно в Центре занятости. Чтобы подать заявку на обучение, необходимо зайти на единую цифровую платформу «Работа в России», залогиниться в личном кабинете с помощью учетной записи от Госуслуг и перейти в раздел «Мое обучение». Если человек живет и зарегистрирован на территории Нижегородской области, то обучение он выбирает только на территории Нижегородской области. Период обучения также гражданин сам самостоятельно выбирает при подаче заявления. Сейчас в нашем регионе доступно 67 программ. Обучение проходит точно в образовательных организациях, либо дистанционно, если это предусмотрено конкретной программой. Принять участие в проекте можно только один раз. Если учащегося отчислят за неуспеваемость или непосещение занятий, он теряет возможность повторно подать заявление. По всем вопросам обучения можно обращаться по телефону горячей линии 9-84-60 или 9-84-51. С затоплением территории гаражного кооператива номер 5 собственники бьются с прошлого года. Дорогу к новой детской поликлинике проложили таким образом, что она по уровню стала выше, чем гаражи. Из-за этого образовалась запруда. Мало того, раньше для отвода воды в ГСК были специальные желоба, которые выходили на перекресток Силкино-Чапаева. При строительстве дороги желоба убрали, и теперь вся вода скапливается в нижней точке гаражной территории, в результате чего страдают все крайние гаражи. У некоторых собственников потапливает погребы. Погреб на метр, уровень на метр поднялся, и он еще будет прибавляться, потому что при строительстве не учли ни дренаж, ничего, низкое место, в воде деваться некуда, и все, значит, к нам в подвалы. Плачевную ситуацию с затоплением собственники наблюдают во время дождей и ливней, таяние снега. От влаги стали ненадежными и стены, и фундамент гаражей. Пользоваться помещениями стало небезопасно. Пострадали порядка 15 гаражей. Собственники кооператива несколько раз сделали письменные запросы в администрацию. В одном из ответов пообещали выполнить необходимые работы в ноябре 2023 года. Но в следующих письмах пояснили, что отвод воды не сделают в рамках муниципального контракта, так как это не предусмотрено проектно-сметной документацией. Снесли пять гаражей до моего, и я очень радовалась, что у меня гараж останется. Зря я радовалась. Лучше бы меня снесли, я теперь думаю. Потому что того, кого снесли, тому хоть какую-то компенсацию дали. Они имеют какие-то деньги, на которые они построили в другом месте себе гараж. У меня ни денег, ни гаража теперь нет. Потому что гаражом пользоваться я не могу. Там стоит вода, текут ручьи в яме смотровой. Люди устали от бездействия администрации и решили пойти к руководству сами, чтобы потребовать разъяснений. По словам представителей власти, дорогу к новой поликлинике проложили по всем требованиям проекта, который не предполагает учета гидрографии прилегающих территорий. Что касается мероприятий, то, что планировалось к осени, задержка произошла по причине того, что задерживалось и само строительство Чапаева, по причине того, что корректировали документацию. Вот это мероприятие связано с ливневой напорной канализацией. Дополнительные меры были уже, которые приняты, чтобы максимально снивелировать вот эту проблему. Но она оказалась недостаточной. Администрация и заявила, что воду с участка откачают, а во время теплой сухой погоды займутся проблемой вплотную. Посмотрим, какие мероприятия сейчас можно провести. То есть связанные с ливнем снега, что можно совместно организовать. Если есть необходимость откачать воду, значит, посмотрим, куда это можно сделать. А с наступлением теплого периода, когда снега не будет, предусмотреть мероприятия и по завершению работы на улице Чапаева и мероприятия по водоотведению будут проведены. Собственники и представители администрации встретились на месте, чтобы определить экстренные способы отведения накопившейся воды. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С 1 апреля изменится правило проведения экзаменов по вождению в ГАИ. Теперь после трех неудачных попыток сдать практику можно будет не раньше, чем через полгода, но не позднее девяти месяцев с последней попытки. При наличии административного наказания за вождение в состоянии опьянения или за невыполнение требований о прохождении мета-свидетельствования, сдача экзамена запрещена в течение года. Есть еще ряд нововведений. При сдаче практического экзамена на право управления транспортным средством за место трехбалльной системы сейчас вводится семибалльная система. То есть семь баллов нужно набирать водителям при сдаче практического экзамена. Изменение коснется сдачи практического экзамена на категорию А. Вместо упражнения «Постановка транспортного средства на парковку» ведут упражнения «Колейная доска». Также во время экзамена в машине теперь сможет сидеть не только инспектор, но и представитель автошколы. Причем его основной обязанностью будет контроль за ситуацией на дороге. Но вмешиваться в экзамен по-прежнему нельзя. Сейчас решили вернуть к этому моменту, чтобы сам инструктор или представитель школы сидел за педалями, задублирующими, и, значит, мог в какой-то случае вмешаться действия человека, который сдает экзамен, и нажать на какие-то педали, принять какие-то действия. Здесь уже более понятно. То есть представитель школы в данной ситуации – это инструктор, который знает своего ученика, который знает эту машину, что там надо делать в той и другой ситуации. Новые изменения призваны минимизировать дорожно-транспортные происшествия, которые происходят по вине водителей-новичков. Такие изменения, скорее всего, связаны с большим количеством дорожно-транспортных происшествий, именно с лицами, которые управляют транспортным средством, ну, так называемые новичками, которые получили только водительское удостоверение, и согласно анализу, проведенному управлением ГИБДД главком, были приняты такие решения. Люди, которые способны унести нас в другие миры посредством мелодий, движений и картин. Люди, которые взращивают в нас чувство прекрасного и делятся частью своей души. 25 марта по всей стране чествуют работников музеев, школ искусств, библиотек и театров. Традиционно сотрудников культурных учреждений собрали в художественной галереи, чтобы поздравить с праздником и наградить лучших из лучших. Ваша коллаборация опыта, мудрости, талантов с молодостью и дерзостью реально рвёт просто всем стереотипы. Традиционно мы слышим самые высокие отзывы о нашей сфере культурной на всех площадках, не только в пределах Нижегородской области, но и далеко до Италии. Первая бомба, да, Виктор Иванович? 49-й, да? И появление театра. Это вообще фантастика. Это вовно точно так, как появление объекта 46-й и библиотеки Маяковского 46-й. То есть удивительный город с удивительной историей. И как это всё перебрелось, и как это на самом деле идёт совершенно рядом, рука об руку. Поэтому я ещё раз хочу вас поздравить. Я хочу вам всем пожелать большого здоровья, потому что сегодня оно всем нам очень необходимо. Я хочу вас призвать к тому, что каждый на своём месте сегодня должен честно, ну просто честно делать свою работу. Председатель городской думы Антон Ульянов отметил, что последние события в мире подсвечивают нам необходимость сохранения и развития языка, продвижения ценностей и традиций. Оттого ещё ценнее вклад представителей культуры и искусства, воспитания подрастающего поколения и поддержку горожан. Помимо того, что вы заставляете нас как-то немножко уйти в высокие материи творческого порыва своей работы, но вы ещё являетесь теми людьми, кто закладывает или позволяет сохранить вот этот, вот наши корни, то, из чего мы растём и то, куда мы двигаемся. За это вам особая благодарность. Профессионализм наших сотрудников музеев, музыкантов, вокалистов, актёров и библиотекарей подтверждают многочисленные награды разных уровней и интерес саровчан к культуре и искусству. В библиотеке имени Маяковского специалисты ставят перед собой задачу приобщить жителей города к книге, регулярно продумывают мероприятия, организовывают выставки. Книга – это источник мудрости, источник знаний, источник совершенно разнообразной, нужной и полезной информации. И, конечно, мы стараемся это донести до наших горожан, до саровчан. Мы всегда очень рады, когда мы видим заинтересованные, восторженные глаза читателей, которые открывают новую книгу и с удовольствием её читают. Лучшие работники культуры получили почётные грамоты и благодарственные письма. Творческий подарок для присутствующих подготовили педагоги «Дыши номер два», организовав небольшой концерт. Более тысячи замков 18-го начала 20-го века. От массивных, которыми запирались городские ворота, до миниатюрных в виде животных и сказочных персонажей, при помощи которых можно было скрыть содержимое небольшой шкатулки. Замки и ключи – главные экспонаты выставки «Русский замок», «Кузнечная летопись». Коллекцию собрал Вячеслав Арбузов. Для коллекционера эти предметы – настоящие произведения русского декоративно-прикладного искусства. Подавляющее большинство этих замков делали ваши земляки. Нижегородцы, село Павлова, Нижегородской губернии. Это одни из самых известных на Руси мастера-замочники, которые действовали до момента, когда началась вот эта вот фабрично-заводская революция, и которая, собственно говоря, стерла ручной труд, благодаря которому эти замки мы видим. Также можно увидеть тульские замки. Необычную коллекцию замков и ключей разных форм и видов дополняют живописные и графические картины столичных художников и работы из художественного фонда галереи. Выставку коллекционер Вячеслав Арбузов создал совместно с Государственным музейно-выставочным центром Росизо. Мы совместно с Росизо придумали эту выставку для того, чтобы попробовать показать всю красоту, через это передать тот культурный код, который вкладывали мастера в изготовление этого замка. Экспонаты передают ремесленную и художественную историю Нижегородского края. Одна из особенностей выставки – интерактивность. Многими замками можно не только полюбоваться в витрине, но и подержать в руках, подобрать ключ, самому испробовать механизм. На открытии выставки саровчане смогли встретиться с авторами, увидеть выступления творческих коллективов. Выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» продлится в художественной галерее до 12 мая. Без возрастных ограничений. Кто хоть раз не мечтал заглянуть за кулиси театра или почувствовать себя членом труппы? У саровских зрителей появилась возможность в эту творческую и немного безумную, душевную и комичную атмосферу погрузиться с головой. Именно ее создатели спектакля рекомендуют сохранить. В названии «Берегите головы» несколько смыслов. Именно эту фразу кричат монтировщики, опуская над сцены штанкеты. И такой совет дают опытные артисты новичкам. Ведь жизнь актера полна сюрпризов. Мы решили сделать спектакль, который, мы надеемся, войдет в репертуар. Ольга Логинова, наш завлит, Оксана Юрьевна, наш хореограф. И я, мы вместе, Олю в большей степени написали, так сказать, собрали сценарий, пьесу о театре, о любви к театру. Все персонажи вымышленные. И это действительно так. Это такой театр, театр, какой-то театр, скажем так. Но понятно, что все вдохновлено тем, что происходит у нас. Это, правда, производственная комедия в духе каких-то советских, отчасти каких-то бродвейских мюзиклов. За 75 лет в театре накопилось огромное количество реквизита, костюмов и декораций. Создатели спектакля решили использовать их, чтобы у зрителей была возможность в том числе вспомнить старые постановки. Задействована почти вся труппа. Мы решили, что мы не будем строить какие-то новые декорации, потому что это спектакль, который должен быть пропитан духом нашего театра. И мы берем декорации из старых спектаклей, списанные декорации, спектакли уже не идущих, либо какие-то элементы, реквизиты декораций из идущих спектаклей, знакомых, может быть, зрителю. Мы не шьем костюмы, мы перешиваем, либо приводим в порядок подбор. Так что это все из запасников, так скажем. Все из запасников для того, чтобы... Ну, мне кажется, это важно, это дает определенную эмоцию, атмосферу. Спектакль «Будто витражная мозаика» собирает из множества музыкальных, танцевальных и пластических фрагментов единую картину жизни импровизированной труппы. «Берегите головы» соединил в себе комедию «Капустник» временами шоу. Он наполнен иронией, юмором и в то же время романтикой и лирикой. Это микс. И мы надеемся, что зрителю будет весело. Мы надеемся, что зритель немножечко больше нас поймет, нас почувствует и полюбит еще больше. Хотя мы, честно говоря, не можем жаловаться на отсутствие любви нашего зрителя, но нам хочется, да, немножко сблизиться с ними, что ли, чтобы они поняли, как нам не просто бывает, но как мы любим этот театр. Те, кому посчастливилось забронировать места, первыми насладятся оригинальной постановкой. Остальным расстраиваться не стоит. Билеты на показ в апреле еще есть. После трагедии в подмосковном Крокус-Сити-Холле россиянам стали массово приходить сообщения в мессенджерах и соцсетях с предложением поучаствовать в терактах. Неизвестные обещают заплатить большие суммы за минирование торговых центров, школ и других общественных мест. Обещают обеспечить оружием, готовы предоставить план действий. В зоне влияния в основном находятся подростки и молодежь. Они чаще публикуют персональную информацию, эмоционально реагируют на политический контент и не всегда могут отличить фейковые новости от реальных. Но, по словам психолога, стать жертвой преступной группировки может и взрослый человек. Около 90, даже 90 с лишним процентов населения внушаемы и гипнабельны. То есть негипнабельных людей меньше, чем гипнабельных. Это надо понимать. Большинство вербовщиков – тонкие психологи, обученные техникам и методикам воздействия на психику людей. Для них не существует грязных методов. Спектр воздействия очень широк. От психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа. Работу ведут очень грамотные, подготовленные люди, знающие человеческую психологию. И если какие-то незнакомцы в соцсетях, в нашем городе это меньше распространено, но даже бывает и в оффлайне, знакомства такие навязывают, то прежде чем вот так бездумно доверять, нужно очень хорошо прислушиваться, приглядываться к этому человеку. У вербовки есть несколько этапов. Сначала преступники собирают о человеке информацию в социальных сетях, смотрят, чем он увлекается, определяют его слабые стороны и болевые точки. После незнакомец пытается установить с вами доверительные, дружеские контакты, интересуются вами, предлагает помощь. Как правило, такое общение часто бывает навязчивым. Войдя в доверие, преступники действуют более смело, начинают настраивать против общества. На подростков особенно это сильно влияет. А что ты сделал вообще для того, чтобы изменить общество? Ведется давление на чувство вины, несправедливость, что нужно что-то для этого мира сделать. Делать важное, что нужно восстановить справедливость. Ну вот такие. То есть такая идеологическая обработка. Много могут говорить о религии, о том, что Бог с нами, это все с Божьей помощью. Далее вербовщики переходят к прямым предложениям сделать то или иное противоправное действие. Родителям необходимо предупреждать детей обо всех возможных рисках и угрозах в интернете. Научить их не отвечать на сомнительные предложения, быть более критичным. На самом первом этапе, на начальном этапе, очень внимательно относиться ко всяким разным незнакомцам и онлайн и оффлайн. И задавать, критически быть настроенным нужно и задавать вопросы. А для чего вы мне это рассказываете? А с какой целью вы мне это предлагаете? Что вы там от меня хотите? Не нужно грубости, не нужно никаких резких движений. Вежливо, спокойно прояснять. И нет, отказываться мне не нужно. Мне это неинтересно. Если собеседник становится навязчивым, заблокируйте его. Будьте внимательны к своему ребенку. Если у него резко изменились интересы, образ жизни, мировоззрение, то стоит насторожиться. Родителям также важно налаживать доверительный контакт с детьми, рассказывать им о политической ситуации в стране и возможных угрозах киберпреступников. Полное интервью с психологом смотрите в рубрике «Без комментариев». Музыкальный фольклор, медиа-студия, дизайн, искусство театра. Список направлений детской школы искусств номер два настолько обширный и разнообразный, что трудно определиться, куда стоит отдать ребенка на занятия. Уникальность учебного заведения в том, что в нем также представлены традиционные ремесла. Здесь можно научиться работать с глиной, шить народные костюмы, овладеть художественной обработкой дерева. Мы в этом году набираем резьбу по дереву, где очень разнообразно они учатся резать геометрической, резут Татьянку резьбу и делают прорезную и великолепные работы. У нас еще отделение набирает дизайн одежды и ткани, где девочки учатся шить, вышивать разным рукоделием, вяжут из крючка и создают очень интересные модели одежды. Как в народном стиле, так и в смешанной технике. Новых учеников ждет отделение керамики. По словам ведущего преподавателя Снежаны Калинкиной, здесь ребенок будет создавать работы в разных техниках и жанрах, от народных до современных. Первые хороши тем, что дополнительно развивают моторику. Идет разработка пальчиков. Особенно это современно в наше время, потому что дети используют гаджеты всего два пальца. Указатель такой. Здесь все пальцы, они начинают фантазировать. Они не только в компьютерной игре, где они привыкли, что это стрелялка, убивалка или бродилка. Здесь их заставляют посмотреть на мир совершенно другими глазами. Это очень захватывающий материал, который успокаивает, расслабляет. И плюс к тому же в конце занятий каждый уже ребенок видит конечный результат. В отделении дизайна юных саровчан учат рисовать, работать с бумагой, с ними проводят беседы о художниках, родном крае. На всех направлениях в детской школе искусств номер два педагоги делают акцент на том, что любой ребенок талантливый, умелый и нужный. Руководство регулярно организовывает дни открытых дверей, чтобы окунуть посетителей в процесс обучения. На очередной такой встрече гостям представили достижения педагогов и учеников, провели экскурсию по кабинетам и мастерским, дали попробовать свои силы на мастер-классах. Подробнее ознакомиться с набором на 2024-2025 год можно на сайте детской школы искусств номер два. В разделе «Приглашаем учиться». Записаться на встречу с преподавателями по телефону 951-84. Когда ты педагог по вокалу, львиная доля времени уходит на подготовку учеников к различным конкурсам. Оттого личное выступление становится реже и ценнее. 16 марта в Нижнем Новгороде прошел международный вокальный конкурс-фестиваль «Большая сцена». В нем участвовала преподаватель детской школы искусств Дарья Кварта. Я исполняла песню Александра Софии на «Лунату» на итальянском языке. Она мне давно нравится, я ее как-то уже пела. Один раз на концерте решила вспомнить. Думаю, ну, так как еще плюс она под фонограмму, это конкретно композиция, но исполняет ее оперный певец, то есть не эстрадно. Дарья Кварта с достоинством представила Саровскую школу и поразила жюри. В его составе находился выпускник Московской консерватории Чайковского, оперный певец, выступающий во многих театрах мира, Григорий Соловьев. По словам Дарьи, на сцене она всегда испытывает особый трепет. Есть всегда волнение перед тем, как выйти обязательно, даже если немного, но оно всегда есть, потому что тоже есть какая-то ответственность. А вот ты педагог, а ты сейчас там плохо споешь, а вроде тебе нельзя плохо петь. По результатам конкурса Дарья Кварта стала лауреатом первой степени, еще раз доказав, что саровские педагоги талантливы и успешны на разных уровнях. Редактор субтитров А.Семкин